Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и подписчики канала Политека, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасимович. Сегодня вместе с нами генерал-лейтенант в отставке, экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко. Игорь Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Вадим. Игорь Александрович, начнем наше сегодняшнее общение с обсуждения итогов, промежуточных итогов саммита НАТО. Заместитель главного редактора немецкого издания Bild Пауль Ронсхаймер выразил возмущение итоговым заявлением саммита НАТО в Вильнюсе. Пишет он следующее. Настоящее волнение вызывает, как НАТО оправдывает нежелание называть Украине конкретный срок вступления. В частности, условием является модернизация украинской армии. Главы государства сидят в безопасности в Вильнюсе и оттуда посылают сигнал всем украинским солдатам в окопах, которые еще недостаточно современны для альянса. Насколько оплеванными должны чувствовать себя солдаты? Почти никто не верил, что эта армия не сможет противостоять России. Многие политики, которые составляли это заявление НАТО, давали Украине всего несколько дней на выживание. На самом деле, страны НАТО боятся, что возможна дальнейшая эскалация отношений с Путиным. Байден и Шольц должны открыто назвать эти причины. Украина заслуживает правды и особенно солдаты, которые сейчас воюют на фронте. Игорь Александрович, скажите, пожалуйста, какие у вас эмоции, впечатления, выводы, мысли относительно саммита НАТО? Ну, если быть на уровне эмоциональном, как это был редактор Биль, то очень близкие к восприятию того, что произошло. Но вот эти солдаты, эти военные и, в принципе, наше общество и народ, руководство тоже очень важно, потому что мы здесь едины. Мы прошли достаточно сложные годы войны, 17 месяцев фактично. И нам надо уметь держать удар не только военный, что успешно делается. И говорилось, какие были прогнозы всех и вся. Три дня Киев, 10 дней Украина и так далее. А мы 17 месяцев и мы видим перспективы в этой войне. Мы видим свою победу и будем за нее бороться. Поэтому, конечно, такая оценка, которую там Столтолберг говорил, что сильный сигнал и так далее. Но, на мой взгляд, это далеко от того, что происходит. Хотя, в целом, результаты определенные есть. И вот, как настоящие бойцы, и на военно-дипломатическом, военно-политическом фронте надо уметь закрепить тот результат, который все-таки есть. А он, как минимум, из трех позиций. Первое – это о поставках вооружения, техники, необходимого для ведения войны. Очень важный и нужный посыл. Весь вопрос в том, каким образом, какие сроки и насколько масштабно это будет делаться. Но все-таки здесь надо продолжать бороться за расширение, углубление и увеличение скорости этих поставок. Это, во-первых. Во-вторых, надо будет использовать, во-первых, укрепить это право перехода с комиссии Украина-НАТО на совет. И использовать возможности совета. То есть, тут тоже по-разному можно относиться. Но я к тому, что больше про предстоящую работу, а не о том, чтобы кусать локти, заламывать руки в каких-то там экзальтированных ситуациях. Мы не по этому. Мы по части борьбы за свой суверенитет и за деоккупацию. Вот это важно. Ну и, конечно, так сказать, вот это вместо двух этапов один этап. То есть, как бы убрать в сторону ПДЧ. План действий, что это членство НАТО одновременно доведено относительно того, что когда все члены НАТО согласятся и когда выполнят все условия. То есть, если здесь задуматься глубже, то тут еще вопрос, что там в ПДЧ, а что вот в таком подходе. Тем более, пытаются как бы подать, что ежегодный план – это что-то новое. Ну, насколько я помню, вот ежегодные планы уже были. Вот я еще, по-моему, когда служил. И знаю, каким образом была работа. С нашей стороны сейчас, конечно, совсем другой подход. Но, так сказать, они решались в течение года, что не было выполнено, перенослились на следующий. И так медленно двигались вперед, но медленно. Сейчас все это выглядит гораздо быстрее, особенно с точки зрения военной. И поэтому в Европе и членам НАТО вряд ли может какая-либо армия поспорить с тем, что из себя сейчас представляет вооруженные силы Украины. Поэтому такой рациональный подход где-то так выглядит, на мой взгляд. Игорь Александрович, если же вот отбросить в сторону вот эти красивые, сладкие слова дипломатии и переходить уже к конкретике, речь идет, конечно же, о военной помощи и поддержке. Известно о том, что Украина получит дополнительные пусковые установки «Патриот» и ракеты для них от Германии. Есть определенные продвижения в вопросе предоставления тех же истребителей F-16. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, сказал о том, что эти истребители появятся уже в украинском небе в первом квартале следующего, 2024 года. Решается в эти минуты вопрос о предоставлении к Украине гарантии безопасности. Пока еще мы не можем говорить о содержании этих гарантий. Но если оценивать исключительно военную составляющую саммита, то, что озвучили наши партнеры, наши союзники, можем ли мы в дальнейшем смотреть с оптимизмом? С оптимизмом, с критическими подходами. Я бы сформулировал таким образом, потому что, безусловно, спасибо им за любой доллар, евро, патрон, снаряд и так далее. Но в той же помощи, вы посмотрите, как был прикрыт с воздуха Вильнюс, сколько батарей Патриот там было. Нам предоставляются две пусковые установки. Пусковые установки, я как специалист по противовоздушной и противоракетной обороны, я хочу сказать, что это важная составляющая, но это не стрельбовая единица, комбат юнит. Это то, что стреляет. Для того, чтобы стрелять, необходим радар, необходим пункт управления и хотя бы одна пусковая установка. То есть там в комплекте может 4, 6, там сколько-то. Так вот, в батарею, в которой все это есть, значит, дополнительно дается еще две пусковые. Конечно, они могут выходить из строя, их могут поражать, как пытаются это россияне, замена и все остальное. И, конечно, дорогостоящие ракеты нам нужны, но нам нужны батареи. Нам нужны единицы, причем хороший подход, связанный с тем, что среднего и большого радиуса действия. Теперь уже открыла, так сказать, наша сторона о том, что, например, Патриот, значит, две серьезные с точки зрения применения этого комплекса позиции. Это уничтожение прямо за один удар налет противника, 6 кинжалов. И второе действие из засады по группе вертолетов и самолетов на территории россиян, которые шли, прямо вот такая группа, которая применять управляемые авиабомбы, серьезные для нас оружия. И они были все уничтожены. То есть очень серьезная эффективность и применение. Но это была огневая единица, это был комплекс, очень хорошо подготовленная, своего рода операция, близка к тому, как организовали операцию по потоплению крейсера Москва, понимаете, так вот эту группу. И так показатель с этими кинжалами. То есть с точки зрения противоракетной обороны, это, в общем-то, исторический момент. В действии в мире такого еще не было. Поэтому очень важно, но именно батареи, а не какие-то единицы, которые не добавляют серьезного потенциала. Дают леопарды, хорошо, но это леопард-1, это после военной Второй мировой войны, имеется в виду танк, которые советские танки с определенных дистанций пробивают броню и так далее. Дается количество, там, 20 тысяч, по-моему, снарядов. Я хочу напомнить, что российская 155-го калибра федерация в начале этого года использовала 50-70 тысяч за сутки. Вот, сейчас уменьшилось, да, сейчас там 20-25, все равно на направлениях они концентрируют это количество. Ну, надо посравнивать и иметь. Безусловно, мы благодарны, еще раз говорю, за каждую позицию, которую, но вместе с тем, мы четко должны представлять с нашими союзниками, какая стоит задача. Задача стоит, они уже теперь, как бы признали, не проигрыш Украины, а победа. У нас расходятся принципиально, на мой взгляд, подходы, связанные с тем, что мы хотим, чтобы это было решительно и быстро, а они это осуществляют, благодаря таким вот поставкам, достаточно медленно, дабы не спровоцировать россиян на эскалацию вместе с ними, с их войсками и применение оружия массового поражения. Ну, так или иначе, в общем-то, вот это были и так. Нам нужны дальние скальпы французские, нужны и немецкие, но немцы промолчали, вот они сделали такие посылы, а нам нужны как раз, если самолеты, которые когда начинали говорить в начале года, там, авиационные коалиции говорили, ну, может быть, после осени где-то в этом году. А теперь, посмотрите, постепенно сроки поставок, тут до сих пор обсуждается вопрос, начали или не начали, это вообще выглядит, ну, информационно очень несостоятельное обучение, понимаете, некоторые проговорились весной, потом вот летом, а теперь говорят вообще обучение только с конца. Сроки сдвигаются, да, вот поляки с конца, что-то будут давать. Я не знаю, ну, тут могут сдвигают, не сдвигают, но, может, это и информационно-психологическая операция, но сам подход, понимаете, вот, и точно так же еще больше, так сказать, в том, что когда предоставят. Вот первые посылы были после осени, как бы, к концу года, теперь к началу года, а теперь вообще, я посмотрел, там, несколько недель назад была, значит, американского, да, специалиста авиационного, он говорил, на весну. И тут Кулеба подтверждает, что это так. То есть, ну, вот, к сожалению, такие подходы, и в этих условиях мы должны решать все равно вопросы по организации своего наступательного операции. Представитель Белого дома, администрация президента США заявила о том, что Джозеф Байден сегодня обсудит с Зеленским возможность поставок Украине ракет большой дальности. О каких ракетах может идти речь? Безусловно, от АКАМС решились уже, какие примеры еще нужны американцам. С ТОМ-Шедом, понятное дело, британцы в этом вопросе с большой благодарностью нашей стороны. Это, который предоставляет Франция, это же аналог ШТОМ-Шедом. Да, абсолютно. Это же совместная вообще, с ТОМ-Шедом тоже совместная ракета, ну, точно такая, ну, близкая ракета есть у немцев. Но немцы пока сказали, обдумают он так, вот Шольц, значит, очень аккуратно, у него там рейтинги начали падать, он задумывается над подходами, так и не решился. И поэтому для того, чтобы, значит, обеспечивать наши наступательные действия, авиации не дают, мы вместо него говорим, давайте вертолеты армейской авиации. Ну, там помогают, возможно, поляки старыми советскими опять, старыми советскими самолетами помогли, МиГ-29, спасибо полякам. Чем могут, как говорится, вот тоже активно, но это же не решает принципиальный вопрос, который ставится в обеспечении, как у нас еще в оборонительной на Востоке идет стратегическая оборонительная операция, где противник наступает на направлениях, я хотел бы напомнить, Купянском, Лиманском, Бахмутском на всякий случай, значит, Авдеевском и Марьинском, на пяти направлениях, понимаете? А мы в этих условиях и пытаемся еще, значит, организовать наступательные действия на юге. Очень сложно, для этого нужен серьезный потенциал логистического обеспечения, которого на текущий момент нет, потому что уже сказали, даже из того, что было согласовано по поставкам, выполнено на 50-80%. Поэтому вот и перенос наших начальных действий по наступлению и дальнейших действий как раз в первую очередь на этом сдерживается. Игорь Александрович, безусловно, ситуацию на фронтах мы с вами сегодня в рамках нашего эфира обсудим. Financial Times, ссылаясь на декларацию о Большой Семерке относительно гарантии безопасности для Украины, сообщает о том, что эти гарантии включают поставки современной военной техники для наземных, воздушных и морских сил. Другой конкретики, иной конкретики пока нет. Да, и в этом вопрос. То есть я еще раз хочу вернуться к мысли, что конкретника была по поставкам вооружения определенной к срокам. И в общем-то, а теперь в основном зарубежных источников выявляется, что эти поставки выполнены, эти планы реализованы на 50-80%. Но о чем говорить? Наступать рекомендовали уже, когда по весне, как говорится, мы уж тут собирали, что могли к началу лета, середины лета, а эти поставки уже договоренные, уже согласованные, они не завершены. А это означает, что если применять то, что есть, то есть принцип старой и объективный закон войны. Там, где нет вооружения современной, современной армии, там решаются вопросы за счет жизни солдат. Мы на это не шли и не идем. Поэтому достаточно в сложной ситуации, когда надо будет, несмотря на все вот такие обстоятельства, сконцентрировать свои возможности по нанесению поражения на фронте в обороне противника и потом введение в действие резервов. Завершая тему саммита, проиллюстрируем слова советника Байдена по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, который сказал, что принятие Украины в Альянс сегодня означало бы войну Альянса и Соединенных Штатов Америки с Россией. И также еще одно заявление прозвучало из уст представителей Белого дома. Если я правильно понимаю, Киев, вероятнее всего, получит истребители F-16 от европейских стран, у которых есть данные самолеты. Но опять же вопрос в сроках. Игорь Александрович, по поводу ситуации на фронтах, что происходит, какие вы лично сейчас наблюдаете тенденции? Потому что вот действительно саммит НАТО, все, что сейчас происходит на военно-политических полях Вильнюса, информационно нас всех так немножечко отвлекает от происходящего на украинской земле. Пожалуйста, вам слово. Да, значит, на Востоке у нас, мы уже мельком с вами оговорили этот вопрос, по пяти направлениям, обращая не менее, аж по пяти направлениям, значит, противник осуществляет наступательные действия. Противник вводит резервы. Наши ведут тяжелые оборонительные бои. Якупянское, и Лиманское направления, где с самого начала года они формировали наибольшую группировку на Востоке для того, чтобы осуществить так называемый оперативный охват. То есть это угледар, шахтерское направление, и Лиманское, и сразу как бы охватить наши вот эти города-крепости. В том числе оборонительные и наступательные действия с нашей стороны, но в последнее время переходим к оборонителям вокруг Бахмута. Подход понятен, с военной профессиональной точки зрения он асимметричный по сравнению с Вагнеровскими и другими войсками, которые их поменяли в Бахмуте. Но это не лобовые атаки, это охват, значит, это занятие высот и огневое поражение противника внутри. Такого рода тактика, она действительно, но на все это нужны силы, средства, боеприпасы, с которыми вот есть. Но несколько улучшится ситуация, когда будут поступать кассетные, потому что за счет этого тоже может происходить экономия 155-х боеприпасов. И на юге, в первую очередь, Таврийское направление, Запорожское, это направления Мелитопольское и Бердянское. Значит, был в Херсонском направлении с Антоновского моста и, значит, вдоль дороги продвижения. Но противник, понимая эти обстоятельства, бросил опять-таки большие резервы. Там идут тяжелые бои с нашей стороны, ну и противника, естественно. Поэтому с точки зрения наступательных боев, это два направления, Мелитопольское и Бердянское. Есть там успехи тактического значения, продвижения на километры, поражения сил определенные. Причем за июнь месяц рекордное положение по отдельным типам вооружений противника, таким как артерийские системы, зенитно-ракетные комплексы, специальные машины, рекордные за все 17 месяцев войны. И второе место по уничтожению автомобильной техники, поскольку первое это было во времена, когда они на севере заходили, и в лесах были их километровые колонны. Мы их там останавливали колонны, хвост, голова, середина, и потом выбивали их автомобильную технику. То есть поражение очень значительное вооружение и техники противника необходимое. И в принципе разведка очень серьезные боевые действия. То есть разведывали возможности противника не только первые линии, где идут эти бои, но и второе. То есть скрывается система обороны противника и выбираются как бы слабые их места. В этих условиях теперь, я думаю, по ситуации надо будет набрать те средства, которые все-таки обещали и сейчас нам поставляют. И сконцентрировать на определенных местах и наносить на слабых их местах поражение. И потом вводить резервы. Но по срокам и в связи с такими поставками, видите, это же тоже вскрывается как бы по ходу. То оптимистический прогноз это будет где-то там август месяц. Это оптимистический прогноз. Игорь Александрович, по поводу кассетных боеприпасов, вы знаете, вот споры возникли. Соединенные Штаты Америки решили предоставить нам кассетные боеприпасы. Руководство ряда европейских стран выступило категорически против этих боеприпасов. Есть разные причины. Там и конвенция, неконвенция. Я думаю, что и наши зрители и слушатели также будут в теме. Резников, министр обороны Украины, сказал о том, что Киев считает, что использование кассетных боеприпасов позволит изменить правила игры в борьбе с российскими войсками. На ваш взгляд, вот кассетные боеприпасы могут каким-то образом переломить ситуацию на фронте? Я не склонен вообще считать, что какое-то вооружение прямо в андерваффе для нас и все это переломить. Я по-прежнему придерживаюсь подходу системного. Что вот нам надо, чтобы были поступления, начались уже кассетных боеприпасов. Добавили возможности Атакамсу. Немцы решились на поставки тоже как бы ракет. И пока ожидается поставки авиации, нас поддержали бы армейской авиацией, то есть штурмовыми вертолетами. И вот в таком подходе разложить все это по времени, тогда можно ожидать на то, чтобы завершить успешно оборонительную стратегическую операцию на Востоке и провести наступающую операцию, где именно пока еще не определено. Даже Генеральный штаб, я думаю, наработали планы, однако все и с тем, что вот таким образом складывается ситуация по поставкам вооружений и в целом по ситуации, то отрабатывается несколько вариантов и на нескольких направлениях. И может быть вот окончательно, что это будет там на следующей неделе, вопрос может быть даже и не решен, поскольку нужно соответствующий потенциал. Ввиду того, что достаточно сильная оборона противника. И это касается не только на Запорожской области, это касается в общем-то по всему фронту, а активных боевых действий более 1500 километров. Возвращаясь к ситуации на фронтах, в Бахмут, да, в фокусе внимания была информация о том, что вооруженные силы Украины заняли господствующие высоты как раз на Бахмутском направлении. Накануне в окрестностях города, точнее того, что осталось от города Бахмут, были разбиты подразделения кадыровцев, которые бежали с позиций. Быстрее мобиков, об этом говорится в телеграм-канале крымско-татарского движения сопротивления АТЭШ. Смотрите, значит, перед этим ожидались заход туда Ахмата Кадыровского как что-то такое, ну вот, типа как замены адекватной Вагнераса, который исправит ситуацию. Мы видим, во что это превратилось, потому что кадыровцы это легкая пехота, которая вела, в общем-то, и проявляла себя как подразделение национальной гвардии российской, не участвовала в штурмовках, не имеет такого рода опыта и использовали больше как загранительные отряды. И тогда вот они там такими всеми петухами, значит, себя вели, ходили, значит, загоняли всех этих, как бы, куриц, курятник. А сейчас ситуация изменилась. И когда завели, значит, на место боя, участки боевые, то проявили себя как проявили. Одно дело заградительные отряды себя как бы, а другое дело на нолях, в штурмовке реальной, под поражением артиллерии и так далее. И, в общем-то, это говорит о многом. Кстати, это одна из причин того, что Путин там пытается все-таки доиспользовать, сколько там уже осталось, в каком виде, тысяч 25 вагнерасов, чтобы их все-таки загнать куда-то на фронт и доиспользовать, а лучше всего, чтобы там они и полегли, но все-таки использовать. Понимаете, вот эта его встреча как раз и тоже как одно из проявлений. Поэтому им никто не поможет, ни бог, ни царь и ни герой, ни вагнеровцы, ни кадыровцы, ни будь какие войска. И ждет все равно поражение, и мы будем делать все, чтобы это реализовалось как можно быстрее. Российские военные пропагандисты признают серьезные проблемы в районе Бахмута, где украинская армия продолжает контрнаступательные действия к северу и югу от населенного пункта. Семен Пегов, российский военкурс, сообщает, что подразделения украинской армии при поддержке артиллерии продолжают наступление на Андреевку и Клещевку. Более того, российская сторона сообщает, что украинская армия перехватила инициативу у Берховки к северу от Бахмута и вернули утраченные ранее позиции. И также следует вспомнить, вот в разрезе обсуждения вопроса о кассетных бомбах, что российская сторона заявляла, что украинская армия якобы уже применяла вот эти кассетные бомбы в Токмаке. А учитывая, что Орехово-Токмак не Литополь, это одно из важных, скажем так, направлений наступательных операций украинской армии. Если бы у нас было достаточно, вообще было бы это оружие, мы бы его применяли, поскольку раньше, часто густо, поскольку противник это делает с 2014 года, без страха и сомнения. И почему-то зарубежные, вот любые гуманитарные структуры и так далее, они здесь не проявляют озабоченность. А вот когда решался этот вопрос военный по передаче нам, то тут как бы все это и всплыло. То есть, конечно, надо стараться быть объективными, а мы этого не видим, и мы к этому очень чувствительно относимся. Поэтому, несмотря на такие условия, мы имеем достаточно наши войска, силы обороны, профессиональный уровень. И поэтому Бахмут, Берхевки, они сначала бросили два полка ВДВ, потом еще третий в качестве резерва, чтобы остановить там продвижение. А видите, сейчас уже наши силы восстановили утраченные позиции, потому что наступали, потом противники к наступлению, сейчас наши восстановились. А что касается Юга, то это Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка. Посмотрите, вот можно провести по карту эту линию, Курдюмовку уже наши освободили, бои идут как за Клещиевку, но она на высоте, есть там определенные проблемы. Вот ее освободить, но уже, значит, более вероятно, быстрее решится вопрос в Санкт-Деревке. Вообще, вот этим фронтом наши с Юга наступают, если это удастся, то по Бахмуту вопрос стоит очень остро. Ну а почему противник бросает туда силы? Там вопрос для них не столько с точки зрения военной, с точки зрения политически важного, сакральное место. Но они же его выдавали Солидар, Бахмут, второй Сталинград, лично Путин и все остальное. И вдруг это все сыпется. То есть сотни тысяч людей, даже Байден, о которых говорим, в потерях, да, в общем, в этой группировке противника, они, если наши освободят в ближайшее время, в принципе, то как бы все эти потери в ничто и никуда. Вот он российский подход. Игорь Александрович, очень часто приходится слышать о том, что Россия смогла выстроить очень хорошую оборону на временно оккупированной украинской территории. Что вы об этом скажете? Я скажу, что все это не произошло, если бы наши союзники все-таки нам шли решительные навстречу. То есть они это создавали аж 9 месяцев, с осени по настоящее время. А почему? Причем создавали в условиях, когда вот наши военные руководства в лице командующего генерала Залужного и генерала Забросского, в то время еще в парламенте работал, говорили, просили, поясняли, какое именно, мы помним это с экономистом, по-моему, вооружение, сколько нам необходимо дать для того, чтобы мы освободили хотя бы оккупированные наши земли с февраля прошлого года. И вот на Западе, они говорят, мы дали все, что хотели. Во-первых, не дали, до сих пор мы уже с вами об этом говорили. А во-вторых, это же совсем различные виды поставки и логистика. Одно дело, чтобы обеспечить освобождение того, что захвачено после февраля, а другое дело, решать задачу, которую мы согласовывали с нашими союзниками, освобождение наших земель, захваченной по границе международно признатым 1991 года. А это на порядок больше надо вооружение. То есть нам еще мы, с точки зрения военной, вот по вооружениям и техникам, которые, это две дивизии американские по количеству этого вооружения. И теперь надо посмотреть требования их боевых документов, доктрин, боевых уставов и так далее. Вот две дивизии американские, каким бы образом с этим вооружением, без авиации, без ракетного, так сказать, обеспечения соответствующего выполняли эти задачи. Да они бы боевые действия не стали выполнять. Многие их специалисты говорят, что да, сначала надо собрать определенные силы, потом надо организовать огневое поражение, после этого как-то двигаться там вперед, предположим, понимаете. Поэтому вот в таких сложной, в такой сложной ситуации, несмотря на нее, нам удается вести успешные не только оборонительные действия, но и наступательные. Хотя масштабы их пока тактического уровня. Игорь Александрович, будем завершать огромное вам спасибо за этот разговор. Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и бывший заместитель начальника генштаба вооруженных сил Украины был сегодня вместе с нами на Политэк, а также благодарны всем нашим зрителям, слушателям и подписчикам. Берегите себя, услышимся, увидимся. Всем всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok